Говорит ал-хадис у Тася, девятый хадис в этой книге, Ан-Аиша, это разъя Аллаху, она акалят, пришло от Аиши о том, что она сказала, Кана Расулуллахи, салалаллаху али-васалям, ю'аджибу оттаяммуну, фитана аулихи, ватараджулихи, ватугурихи, вафишани и кулихи. Говорит посланнику Аллаху, салалаллаху али-васалям, нравилось все начинать с правой стороны. Фитана аулихи, в том, когда он одевал обувь, ватараджулихи, когда он причесывал свои волосы, ватугурихи, и тогда, когда он брал малое омовение, вафишани и кулихи, вообще во всех его делах. То есть в одевании одежды, в том, чтобы ложиться спать на правый бок и тому подобное. Во всех этих делах пророку, салалаллаху али-васалям, нравилось начинать эти дела с правой стороны. Вот это ясно или нет? Этот хадис приходит у Бухарии муслима и является достоверным. Говорит шейх Абдуллах Аль-Басам, разъясняя этот хадис, гарибуль хадис, непонятные фразы или слова в этом хадисе. Во-первых, фраза пророку, салаллаху али-васалям, нравился Ат-Тайаммун. Что такое Ат-Тайаммун? То есть, То, что пророк, салаллаху али-васалям, предпочитал. Предпочитал начинать с правой стороны, нежели с левой. То есть начинал все с правой, а потом уже переходил на сторону левую. Аля Сан-Ани, сказал имам Ас-Ани, Говорит любое дело, о котором сказано, что его любит Аллах, его послание, это дело берет постановление узаконенности. Потому что как обязательное дело, так и желательное дело, в нем присутствует элемент того, что это дело любит любимого Аллаха и его посланнику. То есть, что ты берешь со слов Сан-Ани, то, что есть и какое-то дело, о нем сказано, это дело любит Всевышний Аллах, или это дело любит посланник Аллаха. Это указывает тебе на то, что это дело является узаконенным в шариате. Либо желательным, как минимум, либо может быть обязательным, если пришли посторонние доводы на это. Вот это ясно или нет? Говорит второе. Фи Тана-Улихи. Сказано, пророк, салаллаху льву салам, любил начинать все с правой стороны во время одевания своей обуви. Говорит, любз ан-на-лихи. Что значит Тана-Уль? Любз ан-на-лихи. То есть одевание обуви, одевание сандалий. Ва Тана-Улихи. И также во время причесывания своих волос. Говорит, что такое Тана-Уль? Ада тасриху шаари раасихи. Это расчесывание волос головы, валишение тихи, а также бороды, бельмишт, посредством расчески. Мишт, это что такое расческа? Дальше. Четвертое слово. Ва Тугурихи. А также в его Тугури. Бедам метта ат-татахгур. Сдаммый нат-та. Это что такое Тугур? Сдаммый нат-та. Говорит ат-татахгур. Брание малого омовения. Пойп. Ат-татахгур. Яшмаль ал-уду. Вал-гусль. Ва-изалят ан-наджаса. Говорит слово татахгур. Включает в себя как малое омовение, так и гусль, то есть большое омовение, так и изалят ан-наджаса, убирание наджасы, то есть чего-то грязного или скверного, допустим, своей одежды. Все это пророк, салаллаху алейкум, при всем этом любил начинать справа. Ясно или нет? Значит, если пророк, салаллаху ассаляму, брал малое омовение, то он сначала мыл правый орган тела, потом мыл этот же орган тела, левую его часть. Как это понятно? Сначала правую руку, потом левую руку. Сначала правую ногу, потом левую ногу. То же самое, что во время гусля. Сначала моется вся правая сторона, потом моется вся левая сторона. Это у нас придет далее по книге относительно гусля. И то же самое, убирание нажаса. Если у тебя нажаса попала на одежду, на обе ее стороны, с какой стороны необходимо начинать ее мытье? Начинай с правой стороны. Убери сначала нажасу с правой стороны одежды, потом переходи на левую сторону одежды. Это сумма посланника Аллаха, салаллаху ассаляму. Говорит, ва фишани и кулии. А также пророк, салаллаху ассаляму, предпочитал правую сторону во всех остальных его делах. Говорит, миналашья аль мустатаба, то есть в благих делах. Как те дела, которые упомянуты в наших примерах. Пала шейх Такийаддин, сказал шейх Такийаддин, говорит, ва фишани и кулии, а также во всех его делах. Говорит, это выражение общее, но оно на самом деле конкретизировано некоторыми моментами. Как, например, вход в туалет. Вход в туалет не совершается правой ногой, но совершается левой ногой. Вальхуруч миналмазжид. Или выход из мечети. Тоже не совершается правой ногой, но совершается левой ногой. Ванахвигима и тому подобные действия. Мимна юбда уфиги билиасад. Которые необходимо начинать с левой стороны, с левой ноги или с правой руки и так далее. Вот это ясно или нет? Понятно теперь, что такое Амун Махсус. Ам – это значит общий контекст. Махсус – общий контекст, но он конкретизирован. То есть контекст приходит в общем виде, но на самом деле этот общий вид, эта общность не действует. Но есть конкретизация этого общего контекста, то есть есть определенные исключения из этой общности. Видишь, пришлось каким словом? Пришлось с общим словом. И во всех его делах. Отсюда что понимается? Что выход из мечети, заход в туалет тоже нужно делать с правой ноги. Но мы говорим, эти моменты конкретизируются и исключаются из этой общности. Это то, что называется Амун Махсус. Контекст общий, но он конкретизирован. Далее. Аль-Мана Али-Джмали. Говорит общий смысл этого хадиса. Минфабли уммагат аль-Му'минин, радия Аллаху ангунна. Говорит, во-первых, необходимо указать на то, что из почета матерей правоверных А особенно, той из них, которая являлась хафизом этой общины, а также ученым этой общины, Ас-Сыддыка бинтус Сыддык. Кто? Аиша, радия Аллаху, она Сыддыка, дочь Сыддыка. Так или нет? Говорит, ангунна рауэйна линумма минафаланнаби, саллаллаху алей-саллам. Какой их почет? То, что они передают этой общине те действия пророка, саллаллаху алей-саллам, Особенно дела, которые... Которые они совершали у себя дома. Видишь? Почет жен пророка, саллаллаху алей-саллам. Один из видов почета в чем заключается? То, что именно они передавали те действия пророка, саллаллаху алей-саллам, Которые он совершал у себя дома. И их никто не мог видеть, кроме них. То есть обычно человек, когда находится у себя дома, Никто из подвижников или из посторонних людей его не видит. Но видят его действия лишь его жены. Поэтому, говорит, подобные хадисы передаются именно от его жен. Говорит... Говорит, такие дела... То есть не видит эти дела никто, кроме его домочадцев. Равейна Аильман Касиран. Говорит, жены пророка, саллаллаху алей-саллам, Матери правоверных, передают из этих действий большое знание. То есть многие из действий пророка, саллаллаху алей-саллам. Фауна Аиша, саллаллаху алей-саллам. Например, говорит, вот в этом нашем хадисе эту историю передают то... Аиша, саллаллаху алей-саллам, Тухбируна ан'адатин наби, саллаллаху алей-саллам, Аль-Мухаббаба Иллихи. Передает или Тухбируна извещает нас о обычаях пророка, саллаллаху алей-саллам, Которые ему нравились и которые он любил. Ваиятагдимал айман филюбси на алей-саллам. А в чем заключаются эти действия? То, что пророк, саллаллаху алей-саллам, любил, ему нравилось, Начинать с правой ноги, одевая свою обувь. Ва мишти шаариги. И расчесывая свои волосы. Ва тасрихиги. Мишти тасрих. Одно и то же. Расчесывание волос. Ва татахуриги минал ахдас. И во время очищения от различной скверны. Как от малого осквернения, большого осквернения и удаления скверны. Наджис. Говорит, во фиджамири умуриги. А также во всех остальных его делах. Которые тоже относятся к тому виду, который здесь упомянут. Как, например, одевание тамиса, а также сарауиль. Что такое сарауиль? Сарауиль это то, что называется подштанники, которые одеваются под тамис. Говорит, а также сон, а также употребление пищи и употребление питья. И тому подобное. Что ты отсюда берешь? Что одевать тамис желается с правой стороны. Как понять с правой стороны? То есть тамис. Невозможно одеть с правой стороны. Не, имеется в виду, одеваешь тамис через голову, но первый просовываешь правую руку, затем опускаешь в правую сторону сколько можешь, потом просовываешь левую руку, потом опускаешь в левую сторону сколько можешь. Ясно ли? То же самое подштанники. Когда человек одевает их, одевает сначала правую ногу, потом одевает левую ногу. То же самое сон. Когда ложится спать, ложится сначала на правый бок, и потом, если хочет, может перевернуться на левый бок. Это тоже является сонной. И также употребление пищи и питья необходимо делать как? Не означает, что пищу надо жевать правой стороной рта. Нет, имеется в виду, нужно кушать правой рукой. Ясно или нет? Правой рукой, и это будет сунной. Говорим, все это является из главы хорошего признаменования. То есть, когда человек совершается с правой стороны, и у него есть привычка на правую сторону, это говорит о том, что он стремится к людям правой стороны. И стремится всегда ко всему правильному и ко всему истинному. Говорит, вот ашриф альямин аль альясар. И в этом указание на то, что правая часть тела человека более почетна, нежели левая часть его тела. А что касается вещей мустагзара, мустагзара, которые неприятны, которые человеку неприятны, говорит, то лучше в этих делах делать все это левой рукой и начинать с левой стороны. Поэтому, говорит, приходит о том, что пророк, салаллаху альясарам, запретил подмываться после справления нужды правой рукой. И также запретил дотрагиваться до полового органа правой рукой. Этот запрет касается только чего, мы сказали? Нет, это запрещено харам, тахримом, но во время мочеиспускания непосредственно. То есть, если человек не производит процесс мочеиспускания, то не запрещено дотрагиваться правой рукой до полого органа. Дотрагивание правой рукой до полового органа запрещено только во время процесса мочи и спускания. Понятно или нет? Запрет пришел с таким ограничением. Говорим, почему запрещено делать это правой рукой? Потому что правая рука для благих вещей, для употребления пищи, для того, чтобы здороваться с братьями, так или нет, и тому подобное. Говорит, а левая рука для всего остального. Говорит, какие полезные моменты берутся из этого хадиса? Говорит, первый момент, это то, что предпочтение правой руки для благих вещей является более лучшим. Как в шариате, так и со стороны разума, так и со стороны медицины. Почему? Потому что человек кушает правой рукой. Если он скверные вещи также будет делать правой рукой, это может навредить его здоровью. Говорит, шариатское постоянное правило, желательность начинать всякие благие дела с правой стороны, или с правой рукой, или с правой ногой. Во всех делах, которые являются из раздела Токрим, чего-то почетного, и чего-то красивого из украшений. А все, что противоположно этому, в этом, наоборот, является желательным использование левой руки. Это понятно или нет? Это, иншаллах, понятно. Здесь еще один момент, прежде чем читать далее, необходимо отметить. Какой рукой необходимо чистить зубы? Сиваком или зубной щеткой? Правой рукой или левой рукой? Кто скажет? Почему? Потому что кто-то может сказать правой рукой, а кто-то может сказать левой рукой, потому что это вещь из раздела скверных вещей, то есть очистить рот от чего-то скверного. Нужно делать это левой рукой. Кто скажет, правой или левой? Нам необходимо делать правой рукой, да. Правильное мнение в этом вопросе то, что чистить зубы сиваком или зубной щеткой необходимо правой рукой. Потому что пророк часто чистил зубы сиваком, и при этом не приходит указание, чтобы он брал сивак в левую руку. Если бы он брал сивак в левую руку, это обязательно передалось бы. Потому что пророк был правшой и все делал правой рукой. Кушал правой рукой, пил правой рукой. И соответственно, когда говорят, что он чистил зубы сиваком, отсюда понимают, что он делал это правой рукой. Потому что если бы это не было правой рукой, то сподвижники обязательно бы это подметили и это бы отметили. Передача хадиса. То, что пророк, салалу асалам, брал сила правой рукой, потом перекладывал его в левую руку, потом чистил зубы левой рукой. Вот это ясно или нет? А раз они этого не отметили, а из истории из подвижников известно, и их обычаи, то, что они подмечали более мелкие вещи, чем это, значит, раз они этого не подметили, пророк, салалу асалам, чистил зубы правой рукой. Второй полезный момент, который есть в этом хадисе. То, что предпочитать левую руку для дурных, скверных вещей является более правильным, как в шариате, так и в разуме. Третий полезный момент, который берется из этого хадиса. То, что этот почетный шариат пришел для того, чтобы исправить людей. Для того, чтобы воспитать их. И для того, чтобы защитить их. От этого слова слово таква. Таква богобоязненность, когда человек защищает сам себя от гнева Всевышнего Аллаха. Видишь, шариат, говорит, пришел для того, чтобы защитить людей от различных вредных явлений и предметов. И действительно, брат, если человек придерживается сунны пророка, салалу асалам, то он даже сам не замечает и сам даже того не поднимает, как он чисто автоматически освобождается и избегает различных тяжелых моментов, тяжелых болезней, тяжелых последствий для его организма и тому подобное. Просто тем, что он выполняет сунну пророка, салалу алейхи ва салам. И если человек противоречит этой сунне и выполняет сунну наоборот, то он замечает, как постоянно постигает его всякое дурное. И с болезней и так далее. И все это имеет основу в медицине и в других науках. Говорит следующий полезный момент из этого хадиса. «Анна-ль-Абзара фитагдим аль-уду майямин аль-Абба аля мая сирия». Говорит то, что предпочтительные во время малого омывения начинают с мытья правых органов тела, а затем переходить на левый орган тела. «Калан-науи» сказал Ан-науи. «Аджма аль-улама аля анна тагдим аль-юм на филулу сунна». Говорит, сошли среди на вас на все ученые на том, что предпочитать правую сторону во время малого омывения является сунной. Является желательным действием. То же самое мытье, допустим, лица. Мытье лица необходимо начинать с правой стороны. Моешь сначала правую сторону лица, потом на левую сторону. Что делаешь? Переходишь. И это является сунной. Говорит, Но если человек противоречил этому, то есть мыл все органы тела с левой стороны, допустим, сначала левую руку, потом правую руку, сначала левую ногу, потом правую ногу, то, говорит, то он потерял достоинство. То есть что сделал? Потерял достоинство малого омывения, то есть потерял некоторую часть награды за это малое омывение. Вместе с тем, что его малое омывение является действительным и полноценным, то есть принимается Всевышним Аллахом. Таляфиль Мухни, так же сказал автор книги Аль Мухни, то есть кто? Ибн Кудама Аль Макдиси. Ла юра ламу фи адам и луджуб хиляф. Мы не знаем и неизвестно никакого разногласия в том, что начиная с правой стороны, мытье органов тела во время малого омывения не является обязательным. То есть это является лишь чем? Является желательным действием. Не является сунной пророка. Саллаллаху алейхи васалям. Субханакаллаху ма бихамдик. Ашаду аллахи ла и ла и ла анта. Астагфираллаху алейхи.